И я очень стараюсь в близком будущем вернуться и всех увидеть, но жить я там уже не буду, потому что я привыкла здесь, моя жизнь теперь тут, мои друзья все тут, муж тут, надо только мою семью сюда. Как-нибудь сделать, чтобы они переехали сюда, но пока еще, как бы, это только я здесь. И мне здесь очень нравится, я не думаю, что я уже смогу обратно привыкнуть к тому стилю жизни, так как я очень привыкла к этому стилю жизни. Лора опять спрашивает, что самое хорошее и плохое о жизни в Америке? А самое хорошее, это то, что здесь столько всего opportunиз, как это слово? Возможности. Здесь столько всего возможностей, столько возможностей учиться, столько возможностей провести себе хорошую карьеру, хорошую работу. И даже именно мне нравится то, что здесь работаешь честно, работаешь много и у тебя достаточно обеспеченная жизнь и не нужно ни о чем заботиться. По сравнению в Молдове, мои родители работали всю свою жизнь, у них там дипломы за дипломами, и вообще такие образованные люди, и все равно им настолько тяжело там найти работу. Не только найти работу, но просто у нас, особенно государственные работы вообще оплачиваются никак. И здесь государственные работы как-то считаются очень престижно. Ну, люди здесь по-любому жалуются, но я им говорю, слушай, сиди и не жалуйся, и радуйся, и будь счастлив. Хорошо, почему у меня в Молдове родители работают, получают там какие-то копейки в каждый месяц, еле-еле считают, стараются за себя заплатить, стараются. Я никогда не жалуюсь, у меня всегда все считают, что было, но у нас 100% не было такого, что здесь в Америке у людей по три машины, и они еще считаются бедными. Или, не знаю, как бы, я считаю, что мы жили в тот достаток для нас, но по сравнению с Америкой, здесь это считается очень бедно. Так, и самое нелюбимое, то, что я считаю, что иногда не все люди, но здесь люди, они не понимают и не ценят то, что у них есть. Там, допустим, мне своих друзей нужно постоянно уговаривать пойти куда-нибудь там, пойдемте посмотрим на голливудский сайт, знаете.